Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4, плюс 1. Днем 5-10 тепла. В горах ночью до 9 мороза. Днем от 0 градусов до плюс 5. Ночью и утром на дорогах местами гололедится. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, минус 2. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 5. 2020 год – год 75-летия Великой Победы. В республиканском книжном издательстве вышла книга «Во имя жизни на земле», посвященная этому событию. Одним из авторов этой книги стал настоящий патриот. Член Совета ветеранов МВД Карачаева-Черкесии Надежда Печура. В эти минуты в нашей студии она расскажет моей соведущей Белли Джозаевой о теме статьи и о своей работе в Совете ветеранов МВД. Доброе утро всем. Доброе утро, Надежда Александровна. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Все мы знаем, что этот год, этот непростой год, был годом 75-летия Великой Победы. Вы, как истинный патриот, естественно, не остались в стороне. Вы работали много лет в Совете ветеранов Карачаева-Черкесии. И публикуетесь, и работаете. Вы знаете, совсем недавно вышла ваша статья в этой прекрасной книге, которая называется «Во имя жизни на земле». Книга тоже посвящена этому событию, 75-летию Великой Победы. Мне бы хотелось узнать, о чем вы говорили, о чем вы писали. Вы знаете, я очень благодарна тому, что Татар Кулов, главный редактор, собрал огромное количество статей, публикаций, рассказов истинных патриотов нашей Карачаева-Черкесской республики. Вы знаете, здесь огромный сборник. И среди них наша работа, работа Совета ветеранов города Черкеска и работа Российского союза ветеранов по Карачаево-Черкесии, которой я возглавляла. И вот мы рассказали в этой книге о том пути, который проводили все эти годы, особенно готовили к 75-летию Великой Победы. Совместно с Центром военно-патриотического воспитания молодежи, с Росгвардией, с МВД, погранцами, мы все это проводили вместе. И описана здесь, в моей статье, вся наша работа. И эта прекрасная книга, в которую вошли материалы, она не была презентована, потому что нам помешала подыме. Но здесь каждый, кто может прочесть, может услышать, увидеть, осознать то, как трудно нашим бойцам было во время Великой Отечественной войны. Надежда Александровна, помимо этого, сейчас вы работаете в Совете ветеранов МВД Карачаева-Черкесии. Также продолжаю. Вы также оказываете помощь, да? Безусловно. Вы знаете, несмотря на свой возраст, мы обзваниваем совместно с председателем Совета ветеранов МВД по Карачаева-Черкесии. Мы обзваниваем всех ветеранов, потому что 62 ветерана по республике у нас заболели. Им оказана и материальная помощь, и медицинская помощь. Трем из них выделены медицинские коляски. Понимаете, вот эта забота, она проходит постоянно. Это великое дело. Я считаю, что мы по крупицам это все делаем, но когда вместе это все, это великое дело. Я благодарю вас за вашу работу и благодарю за то, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в гости. Спасибо. Спасибо вам. Всего вам доброго. Спасибо нашей гостиной. Ну а наш информационный эфир продолжит вещание на нагайском языке в 9 часов. Хорошего продолжения дня. До встречи. Майонез Байсад. Мы не стремимся к экологичности. Мы ее определяем. Майонез Байсад. Проверено. Экологически чистый продукт. Скидки? До 80%? Да. Распродажа в 585 золотой. Украшение со скидкой до 80%. Надо брать 585 золотой. Дарите эмоции. Биберлэнд. Миру сыр. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит. Поставки не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Рефинансируйте кредит.